Нет сомнений в том, что именно Ферузе была причастна к отравлению султана Сулеймана. Она изначально была темной лошадкой. Никто из зрителей и подумать не мог, что у девушки может быть какая-то тайная миссия. До того она хорошо играла и изображала искренние чувства к султану. Хотя, может и правда влюбилась, но миссия была важней. Создатели сериала дали нам только намеки, каким образом могла провернуть отравление Ферузе. Когда Сулейману стало плохо, нам показали дымящуюся курильницу. Можно сделать вывод, что там горели какие-то отравляющие вещества. Но есть одна загвоздка – Яхья, молочный брат султана Сулеймана. Он сказал, что султана отравляли много лет. Однако султан был вместе с Ферузе совсем недолго. Потом ушел в военный поход и недолго с ней встречался после возвращения. Если это благовоние, то данная версия не подходит под версию Яхьи. Отравляющее вещество должно было постоянно или часто находиться возле Сулеймана, в том числе во время военного похода. Был еще один интересный момент в сериале, на который мало кто обратил внимание. Перед тем, как Сулейман ушел в поход, Ферузе очень хотела с ним увидеться. Показали, как она шила какой-то мешочек, причем при этом опасливо поглядывая на рядом сидящих девушек. Боялась, что те обратят на это внимание. Потом она попросила Сюмбюля и Афифе о встрече с Сулейманом. Те султану не сообщили о ее просьбе, но сам султан, будто заколдованный, захотел увидеться с Ферузе. При их встрече Ферузе с каким-то волнением, это заметил и Сулейман, передала ему этот мешочек со словами «Никогда не расставайся с этим. Это броня нашей любви. Она защитит вас от всех невзгод. И даст силы вернуться ко мне живым и здоровым». Не совсем понятно, было ли что-то внутри мешочка, или он был пуст. Однако этот мешочек мог быть сам пропитан ядом. А то, что его сама Ферузе, не боясь, держит в руках, может говорить о том, что у нее было противоядие. Она этого яда не боялась. В походе Сулейман наверняка часто вспоминал свою возлюбленную, доставал этот мешочек, держал в руках, а возможно и носил в одежде, и никогда с ним не расставался, как и советовала Ферузе. Однако доза яда была мала, и когда Сулейман вернулся из похода, Ферузе решила его добить с помощью благовоний. А как вы считаете, мог ли быть яд в этом мешочке? Сулейман 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 Сулейман